Валерий Аушев – автор более 30 книг, прозы и поэзии. Лауреат десятка профессиональных российских и международных премий. Академик Российской Академии Наук. Президент Содружества Творческих Сил России. Его заслуги и регалии можно перечислять еще долго. Трудно представить, что с детства мечтой одаренного коренного москвича была жизнь в глубинке Архангельской области. Решающим здесь оказался подарок бабушке моей. Просто она подарила мне в каком-то возрасте, в 9. книгу о Михаиле Ломоносове. И уже в 15-й час я понял, что мое призвание – оказаться на родине Ломоносова в Холмогорах. И вот я потратил все свои усилия для того, чтобы там действительно оказаться и воспитывать, растить юных ломоносовцев. Такой у меня был бзик. Мечта сбылась. 7 лет Аушев работал в Холмогорской школе. Сначала учителем, затем заучим. Кстати, итогом работы и жизни Аушева в Холмогорах стал известный документально-художественный телесериал «Звезда Ломоносова». Наш гость написал к нему сценарий. Он велик не только тем, что сделал для России, но также тем, как и при каких обстоятельствах. В 70-е годы по роду своей деятельности Аушев нередко бывал и в Котласе. Например, вместе с Ильяшиной проводил лекции, семинары, обучал подрастающее поколение местных писателей и поэтов. Наш город оставил неповторимый след в душе поэта, что опять же отразилось в его стихах. Не удержусь от возгласа, когда издалека услышу я из Котласа привет от земляка, когда сижу у спиннинга над шумной быстриной, перед глазами пиннинга встает передо мной. Валерий Аушев писал много и всегда. Уже в молодые годы на его счету было свыше десятка книг для детей, опубликованных в Архангельской Москве. В столице нашей родины одаренного публициста оценили. Тогда отказаться от партийного предложения Аушев был не вправе. И он снова перебрался в Москву. Север распахнул передо мной такие горизонты литературные и журналистские. Очень много очерков, книг. Сегодня Валерий Аушев работает над очередным своим шедевром. В новой книге будут опубликованы достоверные материалы о жизни сотен котловских семей, начиная с 19 века. В том числе рода Лахтионовых и Ашурковых. Самая малая часть документальных фотографий, писем, посланий потомок этой семьи москвич Феликс Лейн бережно хранит и всегда носит с собой в старой шкатулочке, переданной по наследству от прабабушки его маме. Благодаря моей маме, Вере Николаевне Ашурковой, она оставила, вернее, сохранила большой архив фото документов, воспоминаний, будем говорить, всего своего рода. С Феликсом Лейном Аушев познакомился в поморском землячестве в Москве. Писателя поразило богатство собранных его другом материалов о своих предках. Даже в Котловском краеведческом музее таких данных нет. Судьба его, родословной, меня настолько взволновала, что я предложил ему, говорю, это же книга целая. Давай попробуем вместе вернуться к таким историческим корням. Это род, которому больше полутора лет. Ну, просто замалчивать это невозможно. Изучая биографию Ашурковых и Лахтионовых, автор пришел к выводу, что почти все в этой большой семье уникальные личности. Например, двоюродный дедушка Петр Коломенов служил коммердинером у великого князя Николая II. За участие в Японской войне был награжден Георгиевским крестом. Прадедушка Василий Лахтионов славился выдающимся лоцманом. И в воспоминаниях, будем говорить, его друзей, родственников, говорилось, что когда капитаны проходили по Двине из Архангельска, что пока Харитонович не поднимется на борт, капитаны не начинали плавание. Потомки Лейна жили в Котласе. В нашем городе родился и сам Феликс. Здесь он пережил войну. И только после родители перевезли мальчика в Москву. Я горжусь тем, что я вот здесь родился, вырос и, будем говорить, встал на ноги. И главное, что я до сих пор люблю и этот край, и очень люблю свой город, родина Котлас. Кстати, почти все семьи в этом роде многодетные. Например, у прапрадеда Лейна было 24 ребенка от двух браков. А потому героев в книге Аушева будет много. В генеалогическом древе, кроме Ашурковых и Лахтеоновых, фигурируют фамилии Низовцевых, Хабаровых, Коломиновых и многих других. Я обращаюсь к жителям родного Котласа, к старшему поколению. Если есть у кого-то какие-то документы или воспоминания о своих близких, родных, знакомых, Ашурковых, Лахтеоновых, пожалуйста, сообщите на Котласской телевидении. Работа над книгой будет продолжаться до декабря. Планируется, что в ней будет около 300 страниц. Выпуск издания в свет, скорее всего, случится к осени следующего года. Это будет подарок Аушева своему другу Феликсу Лейну на 75-летний юбилей.